технологии еще далековато от нас а если не далековато стоит очень-очень далеко то есть грубо говоря до каких-то свершений до чудо технологии поэтому если кто-то боится что умный интеллект сместит вас самих можете не бояться они опять же даже даже через две пяти который супер крутой он реально супер крутой он не может сместить человека не как программис никак не знаю писатель никак кто не может ну не может годика в 5 нам этого не грозит но где-то так а пока все что мы можем получить это какие-то бета-тесты вот таких херония бешеные бабки либо платите очень много денег либо вот 50 тысяч будет ходить за это тоже очень много денег на самом деле зачем когда вот ну что ж ребят мы это сделали мы это пережили а значит пора закругляться яблок дарю всех я благодарю георгия я благодарю сбербург должен помог да спасибо разбавил атмосферу салют пожелать что-нибудь нашим зрителям желаю вам много радости и счастья спасибо 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 большое салют салют а теперь включи какую-нибудь веселую музыку а егор под эту музыку что-нибудь сломает запускаем безудержное веселье мне кажется него просто продадут где-то да и все обратно на вторичке потому что 50 тысяч рублей очень толкну большие большущие деньги на чепуха полнейшая это ссылочка на в описании и подписывайтесь на чак ревью подписывайтесь на мой канал мне было бы очень приятно всем шанс здоровья дальше всего придач всем пока и перерыв законный и я проведу его пользу и вот так маянивны с вами всем привет и с реакцией на видео с канала хэппи вулф это youtube все и на завод вот так ну понятно все я тоже нужно посмотреть однажды заводчанин услышал капитан заводчанин кто там спросил он здорово солнышке ответили за спиной 2025 год здорово солнышке страшилки на юнте на самом деле разные бывают такие такие и даже такие но самый страшный жизненный поэтому сегодня пойдем на завод да да прямо как поэтому не сильно ты иною было и было что не впервой наступает осень холодно скоро станет осень-осень у кого первое сентября у кого смена в цеху но не переживайте тут рады всем за последнее время это не все хорошие новости значит смотрите во первых ролик по фнафу неплохо так собрал учитывая замедление и падение трафика спасибо вам большое дни галакси на розетка вывода до 7000 499 гривень на galaxy flip 6 портативный зарядный пристрей у подарунок оплата частинами безкоштовна доставка бонусы за виду кита розыгрыша тишня крутых подарунков розетка что раз поруч то я что верите в меня я могу еще хуже верить заблокировали видимо поняли что кушать без видосов тяжело а взад ты разблокировку уже не вернешь верно то-то и она ну и третье много людей подписывались на мой телеграм спасибо вам большое щитпостинг и тупые мемы каждый день обязательно заходите на остальные соцсети в описании под роликом которые в тоже заблокируют я чувствую во время создания данного ролика уже и телега ложилась и steam умирал так как там все умирали пройти тяжелые грузовики уж не знаю чем им фуровода не угодили сколько в евротрек симулятор играл нормальные мужики вы вспомните золотое правило интернета за баня одного вылезут 10 короче подытожу тремя русскими буквами зря возвращаясь к насущному а чё сегодня за игра то не поверите хоррор на юнте причем хороший такой где вентилями порною на монструм только там предохранители будут а мне корабль а не платформа посреди океана отзывы уже настоялись и люди в восторге скажу его такое не часто бывает наш нелегкое время чтоб и страшилка да еще и сюжетом да еще это инди студии я сначала не хотел записывать а потом как захотел кто он же пистол не страшно посчитать пожалуйста еще разочек что вам смешно то мне над головой маячит так что мне бы тренироваться по истории на производстве том бурили днище да так задолбали матушку землю что из под ее недр повылазило такое ктулху что не снилось даже говарду старкрафту все предприятие по аналогии с фильмом нечто оказалось поражено неизвестной инопланетной субстанцией мерзкой на вид и липкой на ощупь ну и нашему простому отечественному электрику олегу маклире предстоит прям как в дэдспейсе разрулить на станции то что не разруливается но кто если не он верно в игре присутствуют баги лаги фокуса и прочее если я играл не честно это все там шиномонтаж в комментариях подтасовка фактор сейчас я вам покажу как надо работать начинаем сразу после метра в заводе хорошо опа привет я тут подъехал к вам чтобы сказать что у меня вышла игра в стиме ребята если вы хотели как-то поддержать или попробовать мою игру просто может она вам даже понравится поэтому очень рад вы можете перейти по ссылке в описании купить на самом деле это будет сейчас лучшая поддержка меня для меня это очень важно правда это прям новая ветка жизни поэтому все правда хотите меня поддержать приходите стим покупать игру играть и и оставлять и отзывы вот и так игра про ктулху активный пользователь happy вульфу это я я активный нашим общем детям я больше не приближался иду иду мужики а чё значит элементы это типа как вода огонь земля вот это как-то рисовала с рождеством доченька вся в папу сразу видно можно дальше не играть тут у персонажа есть и тело и ноги а мне начнем лишь неплохо извините оставшееся время и вот мы вроде в море находимся да все равно соседи затопили надо михалычу сказать будет михалыч мы течем все нормально а чем занят труба потекла и по носу так золотуха не платформа кусок а только начали бурить тут уже все разваливается кстати ты в полной заднице приятель начальнику утром письмо пришло суши он весь день как на иголках готовь очко всегда готов покурить бы галка куда-то делась бери мою братан мне она больше не нужна я бросил и меня бросили у кого-то уже закончился рабочий день можно помыться переодеться пойти о 4 часа смена новогодние шоколадки так вот это уже было перебором этому начальнику все в лицо выскажу ну сначала то надо покушать да здорово мужики так уютненько выглядит прикольно слушай концу кода здесь будет десяток платформ по-другому никак потому что мы здесь минстера спят и видит как дорваться до нефти они будут сокращать персонал чтобы другие платформы народу хватило если в скором времени не начать сопоставку мы тут как в ловушке и лучше точно не станет он прав в гибло понтонах людей два хватает а там опасно не на ю чем по-твоему платформа освещать если все накроется ну это все конечно хорошо но поедине так и не дали это наш токсик последний день на работе маклири в каком смысле ну грят ты знатно нашкодил отстань сам-то не без греха чувак и куда я не денусь джош скучать опыте не стану сидишься бак лучше бьешь все на мою должность метишь а тебе волю дать дверной ручка перепутаешь вот чем ротиком следи акклеры ко мне в кабинет сейчас же никаких как освобожу сию минуту а поросячий риск начальника у него пмс сюрприз брат помни жизнь как футбол ты крати пару голов или заколоть от тебя сразу видно мужской коллектив пердят рыгают ну просто лучшее место для работы естественным и минусом не сразу у меня обеденный перерыв законный и я проведу его с пользой вот так надо как-то никогда не узнаете где я был и что я видел в принципе дойти до начальника мы можем несколькими способами один интересный второй не очень естественно это ведь игра многогранно можно проходить и вот так вот так интересных путей прохождения законный обеденный перерыв и вообще там это режим питания нарушать нельзя поняли да можете за него не переживать он не разобьется настоящий работяга он в огне не горит в воде не стонет и вообще принципе бессмертный надо как-то оттуда перепрыгнуть туда вот так о ну ладно ну формально в воде он действительно не тонет заниматься важные дела смотрите нам нужно изучить строение платформы для того чтобы понять где объект плотный а где вот эта прозрачная текстура сквозь которую он проваливается умом умом самое главное это техника безопасности надеваем каску мне прошлого кирпича хватило и так всем добро пожаловать на нашу платформу где скорбь молчаливо горе-весело надежда весь это реально от инди разработчиков как же это качественно сделано по сути вот оттуда спрыгнули на эти синие когда они про маленькая команда она там была нормальная вывалились за уровень не скажу что так и было задумано но смешно григорьич дай пройти смысл ли не уйду григорьич огромных начальнику пройти надо подвинуть свои блять смазочно сварочные материалы отсюда вредничаешь да ладно ладно сейчас по мужски решу пола андреевич ну скажите муж подвинулся пройти не могу пола андреевич афк поэтому вопрос с этим придется решать лично умные не обойдет умный таран пойдет не получилось вот какой какой высоты эта стена вы посмотрите как они старались прыгнул григорьича даже просто несколько метров невидимая стена и почему не в моем кабинете чу орешь мне с первого раза похуй было прям через григорьич и нельзя перепрыгнуть а вот если чуть боком взять то в принципе все нормально о хоррор на юнити новыми красками какая-то авария произошла сейчас будем выяснять я же самый важный правильно сан борис . кими судьбами у вас обычно днем саньем не сыщешь сурчат барахлить с утра ребята носится как угорелые не разберемся что встретилось вот это бур конечно у нас до самого днище достает а мои шахтеры вам все кирками херачат и кипшуйте ща разберемся хламоны тунеядцы дорогу что у вас тут какая-то шайба вот это у меня бур мужики сарит и лучше бы девчонок позвали чтобы они вокруг этого шеста крутились а то вы стоите душу дрочите со своей нефтью чего бы счет и против солнца стоит второй раз я уже врезаюсь сколько раз говорю повесь фонарик на каску понимаешь сейчас уволят находится уходить вот все свои все родные все родные работников бак лучше бьешь вот как неприятно это слышать будучи знаете талисманом этого завода сердцем его и ведь эту свечу вот своими собственными руками зажигал да я понятия не имею что она делает да я буду дарить на комментарии чтоб написали на хрена тут вообще этот факел на палке торчит ну и что я как котенок на заводе меня страшно и выгонять не хочется пройду погодите не ну разработчикам конечно нужно было побольше вот этих девяти метровых стен невидимых строить потому что такие как я еще не по грузовая лебедка тебя раздавит и баш братишка и баш хуже уже не будет ладно будет ну что ну что понесла и звезда по бочкам любимый работник простите что потревожил вас берите кофе пресса у тебя новый телевизор так на справиться живетесь постою его не делать и не работать тут шовар с которым вы ждет не он решает я это понятно да было то всего пару раз но молча здесь я долбаный король понял меня это из-за тебя ко мне легавые приперлись на мою платформу а как заплачено так и за хуй пишешь собачки у меня шерсть на жопе это больше пользы платформы приносит чем ты удобно жмала она занят что такое у нас проблемы а ты ко мне плевать что-то мне так за дело подойдет вырубил 8 мучь хотя жена на нервы действует ты уволен и слышал о как нет противника страшнее чем начальник или ну он полетели правильно говорят в одну руку в другую мечтай посмотришь а быстрее наполнится ничего эвакуация откладывается потому что вертолет со смешным черным носиком никуда не полетел начальник заорал в телефон бурите но вот они бурили до самого-самого ада примерно такое же вступление было в третьем думе там тоже ходил по комплексу чё-то знакомился с персоналом потом открывается портал ватт оттуда вылезают анальные демоны вселяются в людей и ну тут ни в кого не вселяют герой разбился что если он разобьется кто будет камеру носить правильно я нет вы тоже вот и все а вот так на нашей платформе наказывали бездельников засовывали в бочку подвешивали над водой страшно но зато эффективно слушай всегда было интересно если человека в этой штуке сбросить на воду он выживет или нет как думаешь я конечно так не стал делать там рычаг специальный не буду его нажимать я нормальный шутки шутками а у костю не очень бы хотелось на самом деле поэтому нужно изучить строение платформы так лек а лек д дри ноги ну в принципе все понятно на самом деле вообще ничего не понятно что они раскопали и как теперь спасти тут трижды никому не всравшуюся платформу если все идет и делайте вид что все под контролем сейчас покажу мяу-мяу хорошие новости я не утонула плохие новости лучше бы утонул замочков отверткой ну и конечно кручение вентилей как же если можно было заплакать я заплакал но дело в том что я и так плачу весь ролик так что и так мы приближаемся к локации он платит за ролик платит опросить глубоко если поверите в меня то не разобьюсь спасибо подсветка есть я все сижу как клещ под лампой света белого не вижу он намил на фонарик сюда вы скажете просто фонарик нифига он в x таким мир спас так что чё ему можно нам нет что ли я на лбу фонарик слить я проверим кто секундочку кряхтит кряхтит болидина с дна морского встал бы на платформу нам развалився его накажут час на кашу час я эту вентиль ох я сейчас ее отвинчу лучше ему бежать согласен для каску разбросали урода насчет денег стоит тунеядцы безалаберные на моем заводе действуют два первое ты работаешь второе ты подчиняешься есть хотя бы одно нарушишь сейчас покажу что будет на примере монстра как монстр выманить из ямы смотрите и записывайте нахождение на территории завода без каски строго запрещено даже если у вас нет головы и не знаю насчет инди студии но игра не выглядит хуже чем тот же outlast так далее точно инди студия делала равно наденьте хоть куда то уж когда придут за технику безопасности с кого спросишь меня пошел то блин и как в том и джерри наковальне как вообще чисто физически такое сделать можно было ты пока каску не наденешь я тянет стану уйдешь завода либо в каске либо на ней я тебя не оставлю я из-под земли тела сам техника безопасности пункт 1 территория завода запрещено бегать по цехам хватит нарушать макарёк вы какого-то наняли он туда-обратно носится не знаю что делать что это это он шумит пошибал ему снесем не советую каком смысле что-то не то с ним после взрыва на него нет попал и он это одемократился он не в себе браке я не спорю брат осторожнее ладно и руки за него мать родная так не волновалась как михалыч настоящий мужик вот смотрите наглядный пример видите ключ в руке ключа нет в руке за и почему потому что кто-то самый умный не надел каску тишь тишь давай отвлечемся смотря анекдот как спасти город от замерзания закинуть в генератор ребенка лирио аппарата в курсе что происходит сама каску не надели выбирайтесь оттуда это и так понятно в инженерном корпусе что-то случилось там небезопасно ни в коем случае не снимай каску мы выберемся через но платформы скорее бы нас эвакуи окон а подъем заблокирован вам пройти через жопный комплекс слышишь окона окона ну вот что я вам говорил первое правило техники безопасности и так я туда не пойду но формально перерыв из-за чп так и не закончился так что имею право синие контейнеры за моим окном вся наша платформа теперь взмазанная и так в игре сломалось освещение кто виноват правильно тот кто не надел каску спасибо ты в порядке делаешь ты думаешь происходит ну не знаю и по люди умирают кто глаз трот вроде это хрень а она людей есть ну вот никак не поверишь вы каску не надели понимаю я на палубе видел посмотреть не сумел испугался надо двери замерить какие двери на все бои с платформы да поскорее а чё босс скажет какой босс ты его вообще слышал думаешь эвакуация будет черти в аду все равно работы заставят здесь посмотри за дверью я дорогу расчищу когда все будет готово я вернусь хорошо меня все понимаю страшную дуба это поменьше курил а туда так не доживешь до эвакуации произошел тимбилдинг зачем нам каска вот так своих тетик поснимали у вас мысли только об одном должны быть о том как бы плати билдинге не понял так 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 попович я не понял это что с тобой мой лучший сотрудник посмотри на себя без каски был мужик как мужик тип полурак полухуй делает шлюпкам вот этим и займемся ладно сократим расстояние там слишком долго в обход идти честным путем какие гайды на шлюпки вы к ловле учите-то я не понял я и сам знаю что делаю просто ловая тыру как хочет ну маклири такого у дьявола мои шлюпки потопил нету шлю пока не утонули станет меня пока не доказанный указано слушай меня маклири берет свой немощный пиздак в руки и тащишься к площадке мне за это будет шел ты на клиру вижу тебя пошел нахуй еще раз кушать эти монстры превратили в их опередил смеешь такое говорить я отдал этому саботу лучшие часы своей жизни вот так вертолет наблюдается как-то все за согласовано сейчас проверим на напряжение больно против солнца не стой внутри каждого из нас живут два волка заводчанина один каску надел 2 нет выводы делайте сами значит гайд как отвлечь монстра смотрите прыгаем здоровая у него нет ушей но он вынужден слушать мой должно сработать бедный монстр на юнити всячески пытается сбежать от меня но к сожалению это невозможно пока видео не на кончатах плотироваться в качестве цирковой обезьянки и так как в игре работает стелс казалось бы монстр не обладая чутким слухом но тем не менее способен уловить малейший пердеж исходящее от героя просто берете любой предмет и бросаете его как отвлекающий маневр понял обычно и такие сцены не показывают потому что ну как бы дети могут смотреть тут шок на всю жизнь но в общем друга главного героя вот засасывают эти щупальца а и утром и все в аниме после этого не а минусы мужика как вы понимаете никто не видел меня меня заберите не хочу этом шапито оставаться и вам чего волк цирковой к счастью начальник главного героя учился в летной школе gta он так и не прошел и получилось то что получилось это вот ему за то чтобы набил талисман завода межпрочем так вспоминаем монструм желешки вертолет мы потеряли мы тоже потеряли значит у нас осталось только побег на подлодке то так ну подлодки тут нет вероятнее всего так что остается майнкрафт паркур шастый ну вы вытесли неплохо с учетом опять бухой что ли а вот кто я понял красотка блин два подбородка я правильно понимаю что это наш начальник не но в принципе на самом деле сменит небольшие дорогой просто на нервы действую просто пытаюсь расхлебать кашу которую ты заварил маклирь приличный ты парень по 8 летит дочь умнее чем ты шарулю побольше будут записано просто за решетку квартиру заберут ты же закройся поганый рот сиди на шопе ровные слушай меня почему мы не можем просто поговорить старше богачу мне облик говорила мне мама для приснится же такое а это нам надо идем так на я гайд глянул на ю тубе как генератор запускать будем надеяться что сработает я все в точности сделал ой гриша 2004 а вот и сама тут момента школьники бомбок блин гриша весь завод там испоганил без паники я теперь буду делать как умные люди я теперь буду читать я почитал комментарии под тем гайдом оказывается нужно было генератор под подушку положите в ладоши три раза хлопнули работает сразу видно умных людей посылали подход но изначально в этой игре не было ребуса с предохранителями но потом кто-то попросил их добавили в dlc это я понимаю фаната ориентированность у разработчиков просто лучшее спасибо станет или уважаемая опухоль вспоминаем технику безопасности биться головой а стекла без каски на территории завода запрещено какой-то агрессивный давайте его на место поставим пусть там и сидит так аккуратно поступью носорога грация бегемота главное сейчас у данины трусу таксовод на ладан дышат все блин развалили как там было вентиль ну ты в воду выпирает на свободу у дела отдыхайте отдыхайте извините что побеспокоил знаете в борьбе с тиранией завода главное не стать его шестеренкой вот потихоньку начинаю понимать нашего начальника почему он так жестко на спи вот это просто безалаберность помогите я застрял в инопланетные опухоли мне недавно соус к пицце не положили вот это что-то хорошо сделает а сам не буду но звучит красиво да это не канализацию прорвало это нефть на самом деле сейчас ее побольше в рот наберу и продам потом вы сейчас видите нас запасливый хомячок боится заводской интерстеллар и наблюдал его далеко не каждый заводчанин тушлю часть все увольняются мы не можем мы не знаем открыть это жизни вот она смотрите давайте поверили что просто нефти нахлебался естественно это новая смена потом будет еще одна смена сделаем что за переработки это капитан нормальный он не дает тебе уголь он дает тебе кирку шанс в светлое будущее ланов притча короче говоря в каждом человеке живут два вот так наша блуждающая поэтому нужно его выманить назад посмотрите как жалко выглядит наш начальник когда-то его боялись теперь главная мразь завода я когда-нибудь я напишу книжку для вас она будет называться богатый уголь бедный уголь про двух капитанов один соответственно стелился перед бунтарями а второй бил их ремнем и увидите какой капитан концу книги стал бедным а какой богатым наша жизнь она как вентиль в инди хоррере неважно куда вертишь все равно будет раз что-то в порядке я разжег подожди секундочку ничего не вижу конечно не бывает такого чтоб опа и фартанула не не работает газ обратно в платформу выдувает проси брат придется тебе разжечь свечу вручную нельзя ее так оставлять слишком опасно отправляйся к свече и воспользуйся запалом который я тебе дал ё-моё ты меня слышишь помашихать оба understood уёбок и снова седая ночь миллион свечей зажигаю я собственно почему в прошлый раз нельзя было это сделать почему в прошлый раз я просто выпал за уровень а ну опухоли не было за ты не тогда все сходится окей да действительно сцена стала и вы можете справедливо заметить что я в начале игры вообще на эту локацию не должен был попадать как не я виноват это разработчики вон сюжет перебор до мое дело простое вижу уровень выпадают за него остальные вещи меня не касаются особо а это точно безопасно кстати будет считать что да да под таким-то управлением камни бесконечности дай сами себя за хешимар сметчево безумство трудно работа мотлах атаку я цветы таки даешься и я не можем другом и мокрый профиль чем от и власть не рекомендовать этой истории параллелью створи до пьет и особо быстрых профилев в одному аккаунте ты не встав т.п. ужас что было хорошо что хорошо начиналось от грустно на самом деле это все ходишь оглядываешься по сторонам как здорово было справедливо можно заметить что главный герой пришел и все пошло ну давайте вот не будем давайте обобщим лучше ё-моё ты как не сдох да сам шоке нам делать убираться отсюда побыстрее немножко времени выиграть будет ходячее чудо хотела ты чё будем как доча да да топа под воду сплэйда я даду или западют тоц и и тогда это садовик года вести подгибся и не хуй не поймёт о чём говорит вот и дед и полс ну бы дать это дело так то в бак дать и ладно сейчас бы бутерброды 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 что ты робость моим желудком теребусы с вентиляцией на сдачу а этот на толчке с телефоном сидел по часу и посмотрите что с ним стало смотри вот ты застал в вентиляции но есть один нюанс там где я хотел штукатурка осыпалась и и вот собственно так и произошло одни от наш повар он так и не доварил суп и запилок его последние слова были а как же мужики сам-то бля озвучиваясь такой умный денег на а да ладно ничего ничего скоро наш завод будет спасён скоро вы поймёте что весь этот ночной кошмар был не зря все ради этого момента чем юди там все объеме там платформа торпедирована повторяю всем торпеду прошлого не уплыть могли религусы завода всегда будут сосать из тебя опять сложно с этим заводом что не хочу теперь на завод и работать там то такой же будет как-то не прикольно вот так вот выглядит человек который собирается уволиться он говорит я так больше не могу все я домой мужики а есть люди у которых колпак срывает я сашку это место татла и все и бегут пакостить переворачивать ромбека их везде ищи успокаивая вот такого конечно не надо допускать потому что нам в новое оборудование привезли михалыч ну а думают эпично ты себя погубишь и других работяг не стоит говорили что ну отпуск ты возьми ну отдохни там я не знаю бутылки оторвись пор там займись мужик еще в самом рассвете сил не завод ведет к созиданию на нем что-то создают ненависть это деструктивное чувство она только разрушает то что было создано на заводе с тобой как страшно брат и чай голос ты слышишь когда близко люди вашей голос по клире своим примером старые умные или тупой на заводе все равны чуть-чуть там кроме начальник а если что-то это лишние детали но никак не твоя вина ведь завод по сути это школа жизни те кто приходят мальчиками становятся мужчинами бездельники работягами не умеешь специалистами производства требует от тебя одного четких соблюдений инструкций своего господина начальника всему остальному научиться по ходу дела и как говорил дед главного героя гори сарай гори и хата вы думаете это грустный конец конец то как раз нет счастливый завод с мужиками был всего лишь иллюзией сном на самом деле герой снова просыпается в хрущевке со злой женой которая вскоре заберет у него все поэтому отныне у нашего работяги маклире будет всего лишь одна попытка исправить ошибки прошлого на этом все как всегда спасибо не радует интересно конечно счастье во ну нашу блин ряда ссылочка на регион описании приходите под а это уже змей скуфиныч майнивна с вами всем привет и сегодня с реакция на видео с канала happy wolf это пакет нужен будет работать короче она и смотреть работа на кассе напоминает игру в шахматы один верный ход и все заканчивается матом гоняла ферзь здорово и на сегодня у нас не очень стандартный ролик когда свою грудь по другому потому что я зачем-то поддался венью моды и решил поиграть в симулятор супермаркета обычно я ищу виноваты где-нибудь в сообщениях или в комментариях ну чтоб отмазаться что это не я веду канала канал ведет меня но на сей раз по ходу придется брать ответственность лично за последнее время я сменил немало профессии с рабочего цементного завода на начальника фермы оттуда в свою очередь пересел в кресло внушительного капитана но сразу оттуда вот за кассовый аппарат интересный момент не уходит я даже сказал жизнь помотала потому что ну по сюжету в магазе все очень кисло играть на unity да но вместо убегания от монстров беготня с коробками но вместо самих монстров разве что он налоговая малю придумайте в чате джебе не может историю про нависшую над миром угрозу типа там угрозу звали тетя люба и весила на 100 кило главное с фростпанком не перепутайте вводные данные очень похоже хейтеры скажет падение канала что в теории может быть хуже симулятора супермаркета на unity за три рубля астрал вообще в чем пользы нет то тягостно вдвойне вот симулятор магазина очень даже полезный он развивает силу выносливость удачи еще много чего умеет оправка и путь с начала года амбре успеха данного проекта струится под вичу youtube уже который раз и я как известно прихожу после всякого хайпа и выдаю самый честный и абсолютно неподкупный обзор по какой-то причине людям очень понравилась идея раскладывать продукты по полочкам вешать ценники а затем пробивать продукты на кассовом аппарате ну знаете когда стример или на этом есть какой-то фан блогера такого в реальной жизни можно инфаркт получить а тут считайте безболезненный и фактически гуманный способ поработать и даже без тяжкого вреда для здоровья какие-то майкрософт самолетики здесь экспириенс покруче 200 кнопок в секунду нужно нажимать прямо вот как в игре на букву f ага короче упор в данной теме сделан на бизнес и является наглядным пособием о том как не надо делать деньги даже если вы посмотрели все гайды от максима макс бетова игра фактически бесконечные ведет к рутинному сумасшествию герой имеет 100 баксов на кармане и задача является поднять капитал в 10 лямов чистой прибыли в нам нормально сделать это без фокусов фактически возможно ясно ряющихся неинтересных действий всяких фишек пока добавили немного и назвать этот шедевр у которого даже нет нормального трейлера ранним доступом это оскорбить ранний доступ уж поверьте моему трагичному опыту в симулятор им гринлайт бомжа веселее играть но к сожалению таковой и уже записал так что видимо придется все таки двигаться в сторону успеха вообще мне часто подкидывают веселые симуляторы но вот некоторые прямое стима послушайте только симулятор бухание онлайн expanded по гаражам олятор купания фонтанах симулятор лазанья по заброшкам симулятор одиночества в русской деревне и симулятор просто русской деревнью симулятор пунктов не дачи заказом симулятор можу жанли не карта wujich simulia сибирской березки симулятор сидения на крыше симулятор сидения у подъезда симулятор фрезерного станка ну и последнего симулятор чушпана как же смешно ряд поверьте далеко не самое страшное что предлагают записать. Один подписчик захотел игру про Вагнера. Я смотрел превью, и, по-моему, такое лучше не надо записывать. Некоторые, конечно, обижаются на отказ в их просьбе. Вангеры это страшно. Вангеры это очень страшно. Некоторые пишут, что я все это выдумываю, лишь бы подставить ни в чем неповинную аудиторию. И это-то на самом дерьмократическом канале на Ютубе. Вы серьезно? У нас тут все игры подбираются исключительно народным голосованием и перманентными блокировками. Короче, мне кажется, после всяких симуляторов можно остаться в неком таком, знаете, подвешенном состоянии, очень коварная буква Д. Так что давайте будем играть в них иногда. Вы еще молодые, шутливые, а я в жизни многое повидал. Недавно вот снег в начале мая повидал. Стимулятор Бахани онлайн, я это хочу посмотреть. Сразу проявляю, все в пределах одного дня. Со здоровьем вообще впредь буду аккуратнее, а то лежать молча это настоящее испытание для такого мыслителя как я. Смотрите, еще ТикТок зарегистрирую, и тогда падение человечества на колени начнется быстрее, чем планировали ученые. Так и быть пока не буду. Ладно, что-то я заболтался, впереди самый забагованный путь к успешному успеху по гайдам лучших бизнес акул. Кстати, акула-волк такая есть. Я покажу, как зарабатывать без меры, ведь мера всех вещей это тетя Люся. Начинаем сразу после интеграции. Я антимайни, я очень золый, я украл вашего глупого блогерка, потому что... потому что я появился в магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой, но в майни-шоп уже скидки. Поэтому, ребята, донаты, стим-пополнение, всякие геншины, приходите, смотрите, ссылка в описании. А мы продолжаем смотреть видос. Такс, 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 симулятор на юнити в раннем доступе. Я прямо обожаю вас. Сразу же мы видим список нововведений, которые обязательно будут добавлены в игру, к примеру, такие как... Открывание дверей. Добро пожаловать в симулятор супермаркета. Милуахт, вы начинаете с небольшого магазина и вырастите до впечатляющего супермаркета. Начните с покупки товаров для продолжения размещения их на полках. Не забудьте установить цены с прибылью, чтобы избежать банкротства. Жалко, что пока нельзя менять название магазина. Мы могли назвать его как-нибудь краски, знаете, там, например, ну, ебнерочка. Как понять идеальную для меня игру? Очень просто. Смотрите, во-первых, здесь можно с нулевой минуты выпасть за уровень. Во-вторых, мне уже никакое и не нужно. Вот казалось, город маленький, да? Ну, как здесь сколотить империю? Поверьте, можно. Там, где волки раньше... Я построю магистрали, и ебнерат не сразу создавался. У владельца местной пивнухи, вон уже Феррари есть. Это место золотая жила. Это же своего рода машина. Ох, чё, и они сейчас гонятся. Чувствуются с полыгры поведет на улице. Смотрите, ставлю на красного. Охуенно. Многие пишут, что я любой в игре готов заниматься, лишь бы нормально ее не проходить. А мне что в реальной жизни по деревьям скакать? Меня в дурку упекут. В принципе, на этом можно было бы и закончить, но, к сожалению, в этой игре еще можно работать. Значит, смотрите идею. Вы покупаете подешевле и продаете подороже. На этом урок окончен. Подписывайтесь на идеи Бизнес Вульфа. Контрольная работа. Как он открыл магазин, имея на руках 100 баксов? Это называется конкуренция с раком-отшельником. То есть, ты идешь по городу, видишь свободное помещение, занял его, и теперь это магазин. Вы скажете, ну ведь приедет полиция и выкинет героя на улицу. Ага, если бы она тут была, это надо в симулятор полиции играть. Итак, бизнес-урок номер два. У нас есть цена закупки в 1 доллар и цена по маркету в 3,96. Какую цену ставим? 4 доллара. И вы спросите, а что так дорого? В x4 не охренел ли? Я вообще-то кнопочку заказать нажал, и я еще и коробочки на полочке расставил. Это не хухры-мухры. Счастливые люди даже не подозревают, как им повезло со мной. Че они огороды, шоль будут под окнами делать? Нет. А для кого цены слишком высокие? Граждане всегда можно пойти в другой магазин. А, стоп! И тут нет. В городе же нет другого магазина. Хейтеры скажут, вот так цинично. Надо понимать, хлеб и хлопья. С гражданами это ужасно. Полностью согласен. Это ужасно выгодно. По какой-то причине я не могу снять с карточки чуть больше, чем нужно. Я хотел просто с чаевыми указать, и не получается. 6 баксов это невероятно мало за мои труды. Так, сдача 10 долларов, правильно? Смотрите, 5 ваша сдача, 5 чаевые мне. Жем вас снова? Так, даем ей 7 баксов. 7 на 2, 16. Граждане, 7 на 2, это 16? Едем, конечно. Конечно. Как мне надоело торговаться за каждый доллар сдачи, вы бы знали. Граждане, с таким намерениями каши не сваришь. Так, вам пакет нужен? Не нужен? 10 долларов. Капец, реально бабки лутают. Нужен? Не нужен. 6 долларов. Так, вам пакет нужен? Не нужен. 6 долларов. Сколько карт-то этих будет? Хочешь сдачу, да? Хочешь сдачу? Хочешь, а она тебя не хочет? Что за кража? Что вы такое кричите, гражданка? А, эти повороты, их деньги, они такие, наруди. Бизнес-вульфа, не кража, а чаевые. Все верно. Пришла бабушка, посмотрела на пустые полки и такая, о, все как в детстве. Ну, а то пойду домой. Было время, да. Теперь народно, как питоизма, когда капитан своим гражданам может любые цены устанавливать, они все равно будут хавать в прямом и переносном смысле. Хлопья сосу, это то, что нужно каждому, поэтому ставим цену примерно X5. Совет бизнеса. Ну, я так, самый дорогий, я на ночь и воруй деньги. Если вам принесли просроченный товар, говорите понятно и ставите на полку. Что реально тупо, если ты промахнулся товаром, то его уже никак не переставить. То, что можно переставить всю полку, но один несчастный хлебушек переложить на соседнюю нет. Бизнес-совет вульфа номер пять. Если граждане ничего не хотят покупать, то выход из магазина платный. Например, без человечности от разработчиков, они просто сделали закрытую дверь, еще написали сверху закрыто. Как держить-то? Окей, я тогда тоже закрыт. Сышь, дитё, читать умеем, закрыто, иди домой. Совет бизнес вульфа номер шесть. Если не хотите, чтобы вас ограбили, уносите кассу домой. Двери-то интерактивные пока не добавили. Ну, в общем, я весь день болтал, и мы все равно вышли в плюс каким-то образом. Если не это гениальное управление, то я не знаю, что... Ну, гений. Ежедневные расходы. Вы будете получать еще дневные счета, начиная с сегодняшнего дня. Убедитесь, что оплачиваете счета с помощью вашего компьютера до срока их оплаты, иначе они будут оплачены автоматически. Чем больше электрических устройств, тем дороже счета. Ничего не знаю, у меня никаких счетов. Вы же снимаете развозку жизни? Я не знаю. Нету. О, туда жальтушки есть. Это что, идеальный мир? Ого, кредит 750 баксов. Учитывая то, сколько здесь стоят закупки. Да, да, сейчас пойдем в гору. А потом придут ко мне вот все эти кладминщики и спросят, а где зарплата? Босс, а я такой, скоро. Вижу вот сразу же аферисток за километр. Они думают, у меня глаза на жопе. И там тоже. Вы зашли не в тот магазин, дамочки. Сколько там? 12 баксов сдачи, да? Ой, у меня только 10, вали отсюда. Светильники по 40 баксов, они откуда с того света? Кошмар. Вставить такое не то, что стыдно, еще и безобразно дорого. Совет бизнес вульфа номер 9. Если хотите экономить на свете, то нужно самому быть солнышком. Мальчик, не видишь, что у нас подвоз? Миленькая, миленькая. Это как ее, диспансеризация товара, иди домой. Какие кроли у нас на карнаваль? Ай-яй-яй-яй-яй. Так бы укусил этот фиолетовый бакалай... Так, стоп. Ай-яй-яй-яй. Посмотрите на эту кошачьую походку. Просто как будто он с просоннем мизинцем, а тумбочку п***нулась, как хромой пират, как подбитое котуле. Ай-яй-яй-яй. Шукаешь подарунок на день козацтва? В Аврорі є готове решення. Подарунковый набір «Козацкий скар» с жіночою або чоловічою косметикою та шансом выиграти коштовність. Дні Galaxy на Розетка. Портативный зарядный пристрій до Galaxy S24. Вигода до 11 099 гривень. Оплата частинами. Безкоштовная доставка. Розігра щотижня крутих подарунків. Розетка щоразу поруч. Я вот щас без преувеличения говорю, сидя за этой кассой и нажимая одну кнопку, ну ладно, две с половиной, ты реально тупеешь, причём сильнее, чем от хорроров. Заказывай товар, выставляй товар, пробивай товар. Заказывай товар, выставляй товар, пробивай товар. Слово, кассирши прекрасно манипулируют сознанием людей. Ставишь табличку «Учёт» и народ сразу же не понимает, что надо делать. Берём неподъёмный просто кредит на наш бизнес. Сразу покупаем лицензии на товар и оплачиваем счета. Алло, на кассу проходим, я не кусаюсь. У меня справки есть все нужные. Не может быть крутой Сэм на пенсии. Товар выложи. Ты чё глухой? Я говорю, товар выложи, как его пробью, сука, Ира. Так, скоропортящиеся продукты, значит, надо в холодильнике хранить. Граждане, минуточку внимания, у нас в магазине появился первый холодильник. Похлопайся. Мне обычно нравится, как он хорошо расставляет полки. Что у тебя за дискотека авария на... Какой дюбель заставил весь холодильник молоком? Это ты был, да? Это ты тот, кто саботирует работу магазина уже, который сейчас... Знаешь, что я сейчас сделаю? Закончу рабочий день в слезах. И буду плакать. Отличные новости. Цены на продукты изменились. Это значит, что время переклеивать ценники. Милох, нам нужно сделать нормальный симулятор магазина. Не-не-не, пусть ценники переклеивают. Нет, нет, нет. Так это реально так и есть. Хэппи-волф ты, видимо, не работал в магазине. И никто из своих знакомых не работал в магазине. Переклейка ценников это самое прекрасное. Да. Нет, нет, нет. Магазин закрыт. Срочно вводить апдейт, как двери закрыть. Этот черт уверенный, походка идет для того, чтобы разрушить всю мою жизнь. За что ты так со мной? Вы думаете, я его не замурую в этой полке? Вы думаете, его жизнь для меня вообще хотя бы что-то... Хорошо, что ты хочешь, скажи мне. У меня нет денег, дружище, с меня нечего взять. Возьми, он, блядь, подсолнечное масло, я не знаю. Ладно, все, на, забирай кассу. Теперь это твой магазин. Давай, иди работай. У него что, еще и брат есть? Я на него просто натравлю этого, вот, трехголового змей-во... Все. Его ж конкуренты подослали. Это к гадалке не ходи, сразу и так понятно. За сколько? 4,99. Вот настолько твоя задница дешево стоит, да? А это уже змей Скуфиныч. Я клянусь, я не специально, поверьте мне, я не специально, оно само вот ломается. Да, да, да. Внутри каждого разработчика на Юнити постоянно сражаются два волка. И оба делают хуйню. Что это ковыляет? Что это? Да ладно, Юнити это не приговор. Вот страда Юнити доводили улицы маленького городка. Видите магазин, Юнити доводили уже закрыт, приходите никогда. Окей, окей, если я буду играть нормально, оно перестанет ломаться или нет? Видите, здесь показано количество товара, думаете, это разработчики сделали для удобства? Нет, это отдельным модом ставится. Так это надо на чуйку определять. Как они еще донат-то к этой игре не прикрутили? Хочешь скины на пакет из кофе? Пожалуйста. Кстати, такие моды тоже есть. Опять пришел вредничать, да? Ну, моды прикольно. Нет, что, классно, что моды поддержатся. Рыжище на зонах сток не сидят, сколько я за этой кассой. Уйди по добру, по здорову, пожалуйста. Он пытается разрушить то, что строилось веками, понимаете? У меня вот клиентская база, я уже каждому в лицо знаю. Вот кралечка шагает, я понимаю. Ко мне. Одна краля хорошо, а две лучше. Так, а если, допустим, полка мне не нужна, я ее хочу продать. Плюс 100. А покупал я ее за 200. Он не может говорить, ну, сухи-хихи-хи. Доказал, доказал. Это просто какое-то шоу Трумэна. У них лица такие, будто они пытаются вот всеми силами не заржать. Ну, просто посмотрите на эту клоунаду. Ну, как вот можно не смеяться, делая такое? Не знаю, вы хоть дверь с другой стороны открыли. Ну, во, утро только началось. Краля-баклажан уже бежит с бабками за скидочную вермишель драться. Посмотрите просто в эти прекрасные косые глаза. А пустая голова, это, между прочим, полезно. Мало ли там место в границе, что-то правильно. Стоп, а когда она успела переодеться? Ох уж, эти кралечки обожаю. У меня он и бизнесмены есть, смотрите, и хулиганы. К каждому клиенту надо всегда искать подход, чтобы он сюда приходил, а не в другой магазин, если бы он тут был. Стоп, стоп, стоп. Граждане, а куда стена задняя-то подевалась? Алло. Что ты бибикаешь? У нас стену вон отъебнуло. Чё делать? Нет, как говорится, нет хуй без добра, потому что теперь хотя бы можно сделать молочный отдел. А он спрашивает, зачем ты сдираешь обои со стен? У тебя что, ремонт? А я говорю, нет, мы так и переезжаем. Только идти еще. Я вот клянусь, прям как по скрижалям на седьмой день. У меня как-то кукуха уехала. Странная какая-то, какой-то симулятор. В меня поппи плейтайм столько ужаса не вгоняет, как вот эта игра. Поначалу было интересно все эти продукты раскладывать по полочкам, пробивать, но ты понимаешь просто, что ее невозможно пройти, она слишком длинная. По факту это просто игра для любителей, для людей, которые хотят, не знаю, почему-то это их расслабляет, да? Ну и ладно, я не осуждаю. Иногда я тоже люблю себя кудичу поиграть. Вы очень на белочку похожи. Простите, пожалуйста, приходите еще. Пять какие-то дети беспризорные. Алло, почему без намордников? Где хозяева ваши? Не трогайте продукты, идите домой. Домой нельзя, нельзя, фу, фу. И через них натурально перепрыгивать могу среть. Не я мутант, это они маленькие. Хотя, учитывая, как он через машины сигает, наверное, все-таки мутант. Здравствуйте, сэр, вы как это? В оперу затарили, да? Понимаю, там в буфете столько денег оставить можно, что лучше и не есть. Всего доброго, хорошего. Здесь весь город сыроеды, они мне захавали весь сыр. Я говорю, я его пополняю, они съедают. Вот, гражданин, прежде чем я вам пробью товар, послушайте, пожалуйста, одну притчу. Однажды человек решил открыть собственный магазин, но в его мятежной душе боролись два волка. Один говорил, что все получится, а второй сказал, мы закрываемся в девять. Спокойной ночи. Так, мне тут в голову пришла одна дизайнерская расстановочка. Немного компактно, но, как говорится, в тесноте да не в обиде, правильно, гражданин? Так, сдача. Немножечко на чаевые. Надеюсь, вы тоже не в обиде. Какая кража. Что это за жалобный вопль, поросеночка? Я сейчас все домики сдую. Сейчас мы немного кралечку проучим, которая тут зашла 100 баксов разменять. С восемь, девять, сто. О, смотри, у тебя собственная сокровищница теперь дома будет. Я наблюдаю за это, что твоим сундухи делали. Ага, теперь понятно, где он живет. Буду плевать, проходя мимо. Ладно, что-то народу сегодня не густо. Давайте делом займемся. Нет, тут внуки на компьютер игру скачали, сказали, веселая. Лента же, ща, 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 погодите, тут важно. ФНАФ, ФНАФ. Так, одна есть. Вторая есть. Сейчас будем изучать. Так, ну, они единственное, что делают, это ломают мои камеры. Если бы это происходило у меня в магазине, я бы, конечно, с метлой вышел и по задницам надавал за такую херню. В принципе, я думаю, что для охранников игра очень даже интересная. То есть пялишь камеры в магазине, потом приходишь, вот пялишь камеры вот в этой игре. Пришел отдохнуть с работы игры. Потом пялят, наверное, тебя. Я, к сожалению, не знаю, чем тут все окончится. Ну, судя по тому, что тут надо три кнопки нажимать. Две из которых это эскейпы и удалить игру с компьютера. В принципе, в принципе, неплохо. Ставлю этой игре большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Я пошел работать. Ой, извините, пакет камеры. Let's play, let's play. Это вообще сильное. Жен, граждане, заранее говорим. Мощно. Слушайте мне, вот эта игра про зверей теперь покоя не дает. Там же вот эта курочка большая такая, желтая. У меня просто тоже в хозяйстве есть, но обычная. Вот смотрите, курочка несет где-то по одному яйцу в день. Ну, понятно, что не каждый день, да? Вы прикиньте, сколько такая здоровенная ебанина могла бы снести. Я сейчас не в магазине сидел, а в особняке собственном. Покупаем новые лицензии на товары, надеемся, не обанкротятся. Потому что у меня, в принципе-то, левел есть на все, а вот денег на этот левел не хватает. Я бесконечно беру кредиты, как казино каком-то. И потом пытаюсь отыграться, их вернуть, и так все покрою. Рис марки Supreme. Не, ну это сразу 10x цену надо ставить, чтобы покупали. Так, новенький продукт, арахисовая паста. Секунду, гражданин, я цену высовлю. Стойте, не трогайте. Куда по себе стоимости? Лапы свои тянете. Вот сразу видно, вот, состоятельного человека. Приходите, пожалуйста, еще. Соль надо заказать, потому что жалобу напишут. Как это в магазине? Нету соли. Что мы без соли будем, как суп делать? Сышь, Дэвид, Капрофильд, это что за магида? Нормально же не остаемся на своих местах, пока продукты не оплатите, никуда не уходите. Это все твоих рук дело. Да, я так и знал, что он вернется рано или поздно, граждане. Стойте, не одумайтесь, кого вы слушаете? Вам этот аферист в майке красного, он лапшу на уши вешал. Не совершаете правонарушения. Что-то мне протягиваешь, мы еще вчера выяснили, что на твоей карте денег нет. Кроличка, вы-то куда, баклажанчик мой, какая хорошая девочка была, ты ее испортил. Правильно, правильно, кроличка, не слушайте его, а мужик просто из ума уже окончательно выжил. Слушайте, а может быть он не в себе просто? Ну, я тоже не в другом стою, ладно. Надо забирать деньги. Сколько там частей крутого Сэма вышло, когда была первая, в 99-м году? Пора уже. Да ты меня тоже проси, я что-то как-то накинулся, даже не смотрел под таким углом-то. Давай, в общем, это, сядем, обсудим все. Вот она главная книда магазина. Я опять дырявая башка. А цену забыл поставить, носок, он по себестоимости 3 пакета хуярит. Молодец, мужик, молодец. Ну, красава. Ой, какой-то, надо успокоиться, у меня такое бывает все, тихо, спокойно, вдох. Он опять заплатил поставить. Ну и тем временем надеваем новый кредитный ошейник за 2000 долларов, отлично. Попробуем нафигачить касс. Да уж, магазин расширился, проверяй, они по 500 баксов стоят. Тут вместо нанять пожар написано. Ты куда за мою кассу-то встал, солнышко, у тебя вон своя есть новенькая, там уже мое... Но все фаи, типа, это уволить, типа, наверное, не пожар, это вместо этого именно уволить его, не нанять. Пистечка прогретая, проперженная, ну-ка, давай-ка. Быстро слезай с моей кассы, пока я добрый. Ладно, я не хотел этого делать, но придется. Давай подумай над своим поведением. О, сразу нормально заспаунился, видите? Бизнес-урок от Вульфа номер 12. Все сотрудники очень злопамятные. Даже если это простой кассир, лучше на него не орать. И тем более не выбрасывать его кассу на помойку. Прикиньте, какая это душевная травма будет. Какая-то проблема, гражданин? Вы моего кассира не дрочите, а то это, я сам, знаете ли... Видите, папа пришел, вопрос решился сам собой. Рулетики это новый товар для отдела сладкого. Я там закупился лицензиями, а пахнут как, вы бы знали. Не нашел Ладо соль. Ну, я говорил вам с солями у местных какие-то проблемы, сейчас жалобу напишут. А он хорошо работает, смотрите, даже эта очередь не накапливается. Молодец, его подбодрил и все пошло. Я даже потом тебя называть не буду. Ты больше, чем человек для меня. Ты отныне Вадик. Носи эту кличку с гордостью. Ладос, брат, смотри, значит, ты товары продаешь, я их покупаю и ставлю на полочки. Либо мы в ближайшее время становимся очень богатыми, уезжаем от сюда. Либо мы становимся бомжами и остаемся тут навсегда. По глазам вижу, ты парень умный и стремишься к лучшей жизни. Поверь, я могу тебе ее обеспечить. Не башь, мой мальчик, потому что именно ты сердце этого магазина. Касса закрыта, дебил. Ты сердце этого магазина, а я его мозг. Сейчас, Владос, тут из налоговой звонят. Да-да. Второй патрон боевой. Хамшот рулет. Запомнил. У нас все чисто, не подкопайтесь, черти. Хамшот рулет, если кто в стиме будет искать. Но имейте в виду, что она как бы это 18+, не для малышей. Это вам тут симуляторы магазинов хихоньки, хахоньки. А тут-то вон, жесть какая творится. Даже мне страшно. Он, челы, не стал, видите? Заболтался, срочно он на рулетике цен оботал. Капец, вотсплей, вотсплей, вотсплей. И они сразу же воруют по себестоимости, не стыдно. Заплатите в два раза больше. Владос, ты следи за ними, давай построже. Они же нам без штанов оставят. Вот почему все посетители так любят Владоса? Потому что он молчит, да? Потому что он каждое действие не комментирует. Ну, понимаете? Ну, удобно мне так, ну, пожалуйста. Ладно, я его чуть-чуть подвину. Да это нахер вы все ко мне-то пришли? Здрасте, вам пакет нужен, с вас 41.50. Спасибо, приходите еще. Добрый день, гражданка. Вам пакет нужен, с вас 31 доллар. Спасибо, приходите. Конечно, сэр, вы можете войти в наш магазин. Да с чего вы вообще взяли? Влад немного перепутал. Блин. Владос, я тебя умоляю. Давай без самого... Это Владос или Владос? Он сказал, что он Вадик. А в итоге Владос его называют. Это разные имена. Влад и Влад, это разные имена. Боже, в этой твиттер есть. Ты прикинь, что у нас там напишут. Потом я напишу, что надо. Вадим. Твоя реакция, конечно, класс. Но я не Вадим. Были бизнесмены, стали, блин, веб-каменщики. Хотя, учитывая, сколько там платят, может, не такая плохая идея. Покрали-то баклажанова. Ко мне на кассу ходят, а не к Вадику. Хотя там тоже свободно. Знает о моих чувствах и догадывается. Вадик, а у тебя есть хата, которую заложить можно? А то тут по кредитам циферки какие-то растут. Я не понимаю, что делать. Какого хрена опять происходит? Вадик, блин, почему у нас дамы стоят на улице? Я тебе что говорил по поводу самоправства? Конечно, проходите к гражданке. Он извиняется. Эть, касса Вадика, это просто лампал один. И ёбаный её тронешь. А тут этот джин вылетает, и всё ломается. Сейчас какой-нибудь шутник напишет, что сломать игру это было моё тайное желание. Нет! Моё желание, чтобы эта игра хотя бы чуть-чуть работала. Чтобы я видос закончить, мог не переходить каждые 10 секунд. Стоп, а где? Как савлава это, кажется, как дунда чисто. Кто-нибудь видел, Вадика, кассиру моего нового? Вадик, из этих вы, Вадика, не видели? Да, мы бы Вадика не видели. Маленький такой на харька похож, Вадик. Вадик, свою мать, где-то не было. А Вадик обиделся. Вадик, 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 Вадик. Вадик, ты вообще шуль ёбнулся, мне чуть инфаркт не случился, ты так внезапно и не пропадая. Как представляешь, что мне снова на кассе сидеть и пробивать, мне аж плохо стало. Парень не обсчитывает никого на сдачу, ему-то хорошо по ночам спится, а я ворочаюсь из-за дыры в бюджете. Мог бы мне, кстати, с коробками помочь, а то вырядился тут в смокинг, а я бегаю как грузчик. У меня нету денег, чтобы платить по кредитам. Уже твоя взрослая жизнь. Блин, Владос, ну ты чё, обслужить, что ли, не можешь? Вон, уважаемые люди из FBI пришли, сейчас нас закроют, пойдём с собой на рынок свеклой торговать. Видишь, Владос, это ты из будущего успешный. Он всех пускал в магазины, поэтому разбогател, так что давай это, бери пример и не балуйся. Малышка, мой талант в том, что я кушаю йогурт прямо без ложечки, ну то есть через нос. Можно, конечно, захлебнуться, но в принципе всё равно весело. Так, с покупки теперь доступна бытовая химия, хорошо. Сышь, Владос, куда отбеливатель ставить кока-коле? Так, не дыши, у нас тут индустриальный прорыв, теперь гражданам не надо будет жопу этими лопухами вытирать. Сколько она стоит? 15 баксов? Ничего себе. Не, лопухами пока мне кажется выпили. Просто такие лопухами до серии, да, лопухами. Тебе выпили? Ох, зря я его к хлопьям поставил, ох, зря. Насранцы, бумаги не напасёшься. А я там ненормально, то упаковка и сразу, да, получится 12 штук. Букололадый, так хипот. Дорого, говорит. Если что-то не склонное, то очень нормально. Зачем он вам? Я клянусь, это не кредитная яма, это уже кредитная марианская впадина какая-то, я не могу выбраться. Счета, не счета, я теперь понял, в чём смысл ещё и за аренду платить, какой кошмар. Следующий кредит только на 20-м левеле, у меня 19-м, буквально живём от кредита до кредита, какой пиздец. Сколько там бизнесов прогорает, 9 из 10 статистика или уже 10 из 10, я даже вам булочную открыть не могу, хуюлочную, без денег останусь. Ну вы бы к этой нутелли хотя бы что-то взяли, а то сразу же понятно, у вас сегодня вечер жаркий будет. Просто все кралички без кредита и довольны. Обновляясь к Владосу, смотрите, как ты это чертяк делаешь, как? Даже поклассануешься, у меня теперь я всё, Владос остался с носом. Чё, капсулы для посудомойки? Владос, какие ещё капсулы для посудомойки? Я нашёл лысого мужика, он смотрит и улыбается, это то. Я думал это леденцы какие-то, а это капсулы для посудомойки, серьёзно. Я всегда думал, что туда мыло, ахуяришь, и она работает. Не, капсулы, ладно, не буду рассказывать, что это ещё обидится. Короче, да, это на капсулы, ребята. Куда я капсулы, специальные? Пока я не был, ты что-то менял местами, я нихера найти не могу, Владос, где, блядь, сода? А-а-а. Ну, на сколько Коля содой называется, всё, понял. Это Владос по приколу все названия поменял, чтоб я тут ходил и тупил ещё больше. Нифига себе, дядя Стёпа, светофор вы, ну куда? Деньючий. Любой малыш. Я из принципа не буду склад нормальный покупать, он стоит 750 баксов, алё, за эти деньги можно 7,5 Владиков нанять. Куда-то всего мистера Пропера скупил мужик другим, да осталось. раз пакет но уже не нужен допросе приходите еще о здравствуйте пакет нужен не нужно все приходите шел здрасте пакет нужен не нужен окей приходите ещеама себе удраться кромочка пакет на IRB я не могу что за работа а вот так и в реальной жизни такая же заказываем продукты опять выставляем продукты на полке опять пробиваем продукты рак конец рабочего дня в общем я решил купить аквариум аквариум в нем будут жить картошка фри и курочки чтобы пицца то не помещается это что еще один аквариум надо покупать что за дела в ладос ебта мать так дикая потата мы пока сюда положим я надеюсь они не будут вместо соуса шампунь к ней покупать еще из новинок розовый майонез мне нравится вкусно к медок мы ставим под хлопья медовые у нас хани под хани видите получается магазин объясните пожалуйста если есть пачки по 10 яиц на хрена продавать вот эти микро яйца по 4 зачем но типа не знаю дядя кто не очень любит яйца или нужно очень маленькое количество объективная послеваем столько яиц ем шоу реально лучше даже пачку на два синиц покупать чем если местных они нет я их съем двери мы закрывать не не умеем кастомизации нет зато физика коробок у растем пакет нужен не нужен да спасибо реха и пошел на коробки что делается физика коробки типа что за физику коробки руса включили физику и там типа это одна кнопка реально тебе вам пакет нужен от двери на спицы признать датчан полетно не нужен 6 против бреха и для всем пакет нужен давайте просто в тетрис играть стеллажами мне кажется это повеселее будет как-то по-моему кривовато расставился он так не кажется значит смотрите у нас теперь есть отдел с холодными продуктами отдел с морозилкой отдел бытовой химии и отдел с продуктами и еще у нас есть в ладоге охуеть просто с этой игрой в этой игре очень странное ощущение потому что кажется что дальше как-то геймплей будет меняться знаете развиваться какие-то новые фишки но по сути вот это все и есть дальше дальше все дальше только вечность а владос касса горит огнетушитель быстрее неся огнетушитель то а теперь ты горишь и он тогда ладно я этой игре ставлю 10 баллов из 10 9 из которых это вот экзистенциальный кризис который она вызывает то что я не помню вообще ни одной игры где был бы так херово от рутины посреди как медленно качается левел да у нас скоро будет новый кредит мы отдадим старые кредиты но все равно будет новый кредит и даже если мы будем все равно понадобится кредит больше не могу это просто не играет из и тишной прыжок из могилу водос но чем я драйк линер выдала небольшой кредит сказал что мне тоже драйк линить долго будут если я его не верну но лучше при дружище сидел щетки свои продавал закрываем все платежи какие были оплачиваем кредиты все лицензии покупаем вот просто какие есть все разделы покупающим просто размером с футбольное поле был и конечно же покупаем склад если тут правильно стеллажи расставить то в принципе бэк-рум получится самой закрытой дверью не поверите был склад я вот как жопу чушь они надо было его покупать и действительно он в принципе не пригодился бы значит на складе надо размещать стеллажи и на них закидывать коробки с продуктами тогда их будут грузчики сами таскать в магазин умом умом у многих кстати в детстве был страх потеряться в магазине мне кажется что теперь у взрослых этом горле будет подобный страх обалдеть тут продуктов это сколько надо было бы играть чтобы все это открыть вдумайтесь так литературу надо запретить граждане шумные станут зачем я конечно не параноик но тут все кассиры и все грузчики это братья-близнецы владоса смотрите давайте чуть-чуть побольше купим про запас так сказать возможно сумма в миллион долларов вас немного удивит хумуса много не бывает суда будет коробок а зависло мной и хумусом стали вычислительные технологии компьютера но не запускается какое фейл ту лот оригинал дл а я сохранился я знал что эту игру хейтер хумуса делали я все предусмотрел обалдеть это просто бесконечные запасы обалдеть смотри на конец хумусе мы теперь сможем ходить и дарить друг другу хумус гражданка кралечка посмотрите это липкое золото и у нас теперь просто какие-то нескончаемые запасы боже как я счастлив мы сможем теперь ходить друг другу в гости угощать друг друга хумусом будет строить автомобили из хумуса мы будем строить дома хумуса и так все я уже ёбнулся я научил вас всему чему знал теперь у нас нужно за 4 день если что здесь бесконечные запасы хумуса вам же огромное спасибо за просмотрены как обычно счастье вам вам тоже счастье ребята а так всем удачки всех люблю всех целую ах стекло разбили все глаз это стекло мы мы рок сру в стекло и она броук майни вновь с вами всем привет и сегодня с реакция на видео с канала хэппи вулф это помолись на хардкоре да я знаю что вы ждете фростпанк просто я хочу чтобы вы сказали какой именно видос по фростпанку их очень много и я не сильно понимаю какой именно вы хотите поэтому напишите какой именно там самый знаковый видос по фростпанку а пока пришел посмотреть какой-то видос про очень странную инди игру а почему бы нет они устаревают панели я антимайне я очень зол я украла вашего глупого блогерка потому что потому что я появился магазин и я должен получить его скидку и это было бы правдой но майни шоп уже скидки в поэтому ребята донаты steam пополнения всякие геншины приходите смотрите ссылка в описании а мы продолжаем смотреть видос здорово солнышки альпатонин альпатонин не бачилы альпатонин мабуть не очень хором тоже соним на мессакр выше чем полны три года назад я удержал не устаревают цепи как хорошее вино чтоб он стал с годами лучше но насчет этого что-то уже не уверен написали что проект годный он входит четверку довольно неплохих работ от компании по под комбо состоящий всего из одного человека это наверное один из немногих примеров адекватного разработчика создающего игры в соло имеющего при этом определенный почерк как этот видос со своим ногтем ором также этот чувак черпает вдохновение в хоррорах и слэшерах 80-х годов а также не обходит стороной ретро и лоу поле хоррор игры каждая игра формена под как бы djs кассету где картинка ребит как ты 500 раз перезаписывали из-за чего играть конечно же невозможно зато как в жизни не на самом деле поделать для чего это делается во-первых эстетику добавить во вторых атмосферу а в третьих скрыть огрехи визуальные учитывая что он не разработчик тем более сайт тоже в целом оформлен неплохо чего не умеют другие разработчики даже несчастную женщину заставили в мерч одеться в общем вот пример хорошо от огрев что хорроры несчастные обижаю ты можешь подумать что это вообще какая-то реклама но все и так знают что я сам создаю игры сам их прохожу на так что вся как грится рекламировать не грешно можете кстати еще на инстаграм мой подписаться ссылка в описании еще забавно что когда-то ключи с этой игрой ютубером бесплатно раздавали килограммами а сейчас же удовольствие будет стоить 5 баксов примерно мне на самом деле вообще не жалко если игра отбивает эмоции на кончиках пальцев я хоть 100 баксов могу отдать только луну не стал уметь у баксов какие деньги давайте попробуем ну масса креп для лучшего результата играйте играйте один в темноте играйте будто ваша жизнь подобно стейку не играйте больше одного раза в день и будьте аккуратны вентиляциях успехов спасибо большое какой же прекрасный геймплей смотрите я ванна ванна перволица бог пусть пока обтекает вот про этот эффект ве час я говорил все ребит вообще нихрена не разобрать вот смотрите допустим записка вы можете что-то прочитать даже если бы тут на русском дир мистер макдонелл что это письмо не смог от не потому что читать не умею так даже намного лучше вы типа вича слишком слишком много эффектов типа про вообще нереально реально играть нереально реально указатель ну что кажется сегодня мы не поиграем о дорогой мистер макдональдс надеюсь это письмо для друзей и колодца ваш ребенок болеет и нуждается в вашем незамедлительном внимание мы конечно спустили это на самотек но у нас даже нету телефона вам нужно прибыть лично rest in pain мазера полинари и сюжет на самом деле не такой уж и тупой я конечно рад за десятком но видите рот класс мы пройти не можем все по домам расходимся все так просто а если вот как тебе такая игра нравится нравится будешь знать как разрешать не делать все что угодно просто туда обратно сарит он он залезть может что у нас за персонаж человек-паук долбанный димс марвел свою кстати вот это белье но оно пришло из школы-интерната которая находится где-то здесь в горах то есть там монахини вот эти вот воспитывают детей прям как надо люби бога не то получишь продуктивный метод воспитывания детей но тем не менее ребенок заболел как видите и теперь нужно как козел работала прыгать и идти искать где у них здесь находится это заведение прекрасная единственно ориентирует вот этот фифлеемская звезда который где-то нагрелся пошел поскольку не разбился еще одна машина только уже с другой стороны я говорю тупо два барана вот я в той стороны не смог проехать этот с этой брата у е и бан вот это вот хороший брать не звезда была банка с фонариком бегал показывал куда идти лишь вечно в ловушку сейчас зайдем да вы понимаете о чем эта игра вот это самое страшное осознавать что нам слава иди сухо понастроить же злодеи своих замков в горах хрен доберешься на машине не проехать на горном и шоке надо скакать metal door can't go back ну все мы обречены заказывайте эти могильные плиты по скидке хотят пивание бесплатно здесь проведут на том спасибо таки что это яма с колючей проволокой у моего это яма с какой-то стонущей проволокой это персонаж пишут на меня все свои места хэппи вулф все мы знаем мне нравится что мы на конца минуты не пробегали в этом здании уже какую-то ловушку построили и мы умерли дорогой дневник мамочка выкинула меня в эту новую школу я буду скучать по своим старым друзьям я притащила бонга с собой у нас есть учительница именуемая сестра эфемия она ассистинирует сестрой аделей они обучают нас святым и всякий такой сегодня мы узнали про святую люси и глаза были посланы на плаху и она стала мученицей какое-то странное слово сестра эфемия сказала что ее любимый бог спас ее от злых романов и стало ее больно сестра роза сказала что термар мамочка полинария будет она заботиться ох мы играем за маму которой пришло это письмо от сестры аполлинарии которая сказала что ее дочь болеет и вот этот дневник и и дочери lighter это хорошо всегда терпака мере мы будем видеть что нас убивает жили конечно эти дети как бомжи в этом приюте я не могу сказать что я жил лучше но типа поскольку нравится хорошо влит шкафах нет одежды все на кресты ушло знаете по крайней мере тут есть канализация и вода у них тоже было их могли заставить дождем вообще царские условия считаю душевые вон есть душевые это палка дождь от слез ангелов иди мойся мне кажется я это допиздел сейчас меня к ангелам отправят первым рейсом мыться но привет господи и сути христиан с они божьей помоги исправиться с путами дьявольскими изгони против душа держится в курицу очки езву грифовную мою святой водой но столько круто провалился как бог что нас установил не зря в детстве ходил видите все работает дети аметисты в комментариях существует этого не существует а это тогда что со мной как у христа что если установить в школе ловушку из колючей проволоки дети будут лучше учиться в неё 2 я два раза попался они так вот что белями ложились рок выживать дальнейшие как это это не церковный стоит к больше история до про дарвина выживает сильнее задают странных рок это камень если чон срок будет доволен пишите нормальным и английский с вами подтянем и эту душу очистим . молитв неплохо хорошая игра позитивная religious painting религиозная картина стемена выносливость спасибо у меня в глазах ребят и мухи начинают в ушах жужжать когда она рядом от сто процентов любовь вот на любовь на ушко она просто поняла что у меня молитвы сильнее тоже начала использовать молитву мы сейчас как в гарри поттер и волшебных палочках как у нее нож огромный слушайте она похожа на эту на мать вот этой вот девки одержимые из игры за и к носу кота какая мамочка такая девочка он выросла обе ножами толкает толкает начал или что юбку спрятался под юбку вообще выявить дверь прошел сил двадцать первом году как проходить надо сейчас игру за спидранем ой я правда знал куда здесь бежать в этих бесконечных лабиринтах я здесь показаний ползал у меня в инвентаре результате один рок лежит и зажигал я куда я попал мы не должны здесь с вами быть я я игру поломал пока ползал за ней она когда проходит через дверь там типа портал открывается волшебный в рай на 2 секунды и ты за можешь проскользнуть это весы scale 7 offerings of flash to christ 7 подношений плоти для христа о я есть хочу мы попали в эту комнату возможно мы можем найти сразу предметы какие-то имболы что не снова заперли в комнате наказание я кричала отпустите меня в ванну я не могу больше удерживать так что я на пол мазер ополинария нашла это подняла и раз заставила поднять и размазать типа по себе потом она показала меня другим детям и все смеялись я не могу перестать плакать я хочу вы вылезти в окно осуждаем она слишком высоко я слышу как она идет она ищет меня она говорит где же ты джейни паста такая старая была в тему а я люблю обвешиваться иконами и молиться каждый день я ищу глазу бабах стекло разбили все глаз это стекло мы мы рок сру в стекло и она броук хорошо да она не может залезть но это уровень c2 реально английского силен лучше бэк на вентилейшн ну вот вадим у нас пугалка ну-ка фу пашу седа пашу мута монашка юбанашка вылезе без недалого и лаби ходится опять баги ты сари куда корова залезла ты ж не вылетишь тир отсюда будут вдвоем с тобой с голоду подохнем чем пас вы за фан он не может пролезть пока вентилятор включен так а тут у нас чё вент кавер и скрюшат то есть привинчена вентиляция чем-то отвинтить надо ну скрюшат так скрюшат как говорится найдем чем открыть не переживайте что это вот что-то нашел пускай какой-то пик так а как погодите я застрял помогите кто-нибудь не ты не ты иди отсюда фу ой ой шо это но это такое фу серьезно executive producers это это прошло шукаешь доброго то беда нас за концовки меня я не знаю кто строился систему вентиляции но она чисто как лабиринт за никуда только не ведут как нарния потайная комната манекен арм рука манекена я кажется поя пути мы те весы нашли куда типа плоть надо складывать машину манекенов наложить туда сори что не писала forever мамочка полинария нашла мой дневник и заперла меня в комнате наказаний я не думаю что когда-нибудь выберусь оттуда я нашла новую бумагу чтоб писать на ней хочу домой она не издевается над другими людьми над другими детьми также как надо мной смотрите ребенок и брю м и псовой wouldn't get lost я нарисовала карту чтоб я не потеряюсь это не карта это какой-то да ладно ладно ребенок старался видите что где медикал и здесь снова гейт мы не можем с вами пройти куда идти wire провод нет сам синг тукаты нужно что-то чтобы отрезать его очень нужно найти щипчики paperclip скрепочка оперейтинг тэйбл сам синг тэребл хэпан хир операционный стол что-то ужасно и тут случилось бандажа связывание да 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 это я на связанные бинты ребята это связано колесико можно головой крутить не знаю насколько это полезно но вроде полезно так берем бандажи съедаем их берем снова руку тут к сожалению только три предмета можно одновременно носить поэтому это тут приходится делать stretcher for a patient носилки для пациентов а еще одна не зря мы здесь ползаем раком уже сколько времени о нашел резалка для проводов но слушайте прямо и от прям повезло повезло со руку гены что мы теперь знаем куда эти кусачки можно применить если бы мы изначально эту комнату не нашли мы бы не знали куда их применить у нас михалочка то use for some kind of surgery использовалась для какой-то операции дорогой дневник мне вот прям а то нужно было бы вот прям хорошо но марта мазара полинария не хочет слушать я не могу опять это держать в себе поэтому я по стол и она это увидела все засмеялись надо мной я в общем это почистила и она заставила меня ходить в нижнем белье до конца дня другие дети называют называют меня и портки я никогда не буду здесь иметь друзей на я пытаюсь молиться больше если бы иисус смотрел но я чувствую себя так одиноко я не знаю что писать так что это конец на сего господи какие же ужасные текста вот вы смеетесь а раньше какой-нибудь рэпер бы мог бита навалить вот на такой вот тест а почему раньше сейчас я про любовь маму и пацанскую дружбу так наш с вами щиточек нам с вами что нужно сделать тукат эвайр перекусить провод пусть а что это дало я не знаю что мы сделали ужасное но будем считать что мы сделали все правильно и такс это нет роковой кусь он оказывается отключает вот этот вентилятор здесь ползал еще полчаса от утопа он выключился может конечно он сам собой сломался это он тоже был и мы попадаем в эту комнату с манекенами то есть вот как мы должны были сюда попасть а мы сюда попали с помощью читов и подола монашки ну неплохо с другой стороны и так и так реально мы никогда моя теория верна мы можем просто части манекена накидать на эти весы они тупые подумают что вы подношение делаем и что-то должно случиться но у нас не хватает частей то есть где-то нужно еще найти части манекена а я что такое ой вы зуб неприятный ой к шел на сверхъестественное явление необъяснимое я не знаю как объяснить то что она меня в упор не видит машине и просто глаз нету реально ухо ориентируется это было бы логично короче радар залупа беспонтовая потому что когда он показывает ее она уже с двух ног летит те рожу бить не очень полезно согласитесь что можем сделать там вначале были эти баррикады моноску час туда метнусь кабанчиком nail хорошее слово потому что nail это гвоздь nail это коготь nail это заколачивать гвоздями nail по-моему это отколачивать гвоздями то что мы сейчас собственно и делаем здорово люблю английский язык у нас здесь drain cleaner чё какой drain clean нахрен мы это нашли это это средство мистер пропер шов трубы заливать о прочищатель труб и когда ты на нее нажимаешь он говорит на синхристин перестинг еще интересного ты интересного в трубах хотел найти друг мой о записка еще одна дорогой дневник маза слишком старая чтобы играть с куклами из их захотела отобрал его бонго клоуна а я сказала что выкинула его но я спрятала его в таком месте чтобы короче его не нашли я не могу сказать где он для его безопасности но я доверил ему что-то очень важное о слышите и правда бонга бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам фига эти двери тоже открываются оказывается я чё-то не знал руку от на кладбище пришли похоже это конец it has been decapitated на было обезглавлено headless статуя безголовая статуя ну и нахуй мне эта информация не ру короче рок и с руту статуя как прочистить трубы эта игра хватит меня мучить все трубу то просто 500 этажей на каждом своя раковина не удивительно что она сиять начала и здесь все уже просто актер по-другому не скажешь а ну и почистил и и чё теперь на чистое да и чё не поэтому а что случилось-то тупик зис нужен ключ для торг я не знаю что такой торг чтобы типа пиксис открыть это что я я не могу я слишком много загадок навалилась то трубы прочисти то замок пиклок чё у меня вообще есть чекский смол хекс ключик айкуд использовать чтобы торку и пиклок чего блять у скрю драйвер вот скрю драйвер нормальная тема эта отвертка мы значит сможем теперь снять ту вентиляцию наконец-то о наконец-то и ну что это реально знаете это это по факту почти как грэнни и подобные другие хорроры которых надо кучу каких-то штук решать на самом деле это неплохо но тут настолько все не очевидно на самом-то деле что я вообще не понимаю никто не спасет от беспощадной расправы зачем он просил другу например для чего решетку сейчас мы в тебя пролезем часси бенградские шахтеры сидят и ржут надо мной как я хреново в шахтах ориентируюсь уж извините как глубокие эти шахты как неприступны они но как же интересно их бурить и находить в них уголь что за хуйню я нашел долл кукла она хенгинг боя чейн повешено на цепи нам монашка don't believe you lies не верю и лжам казалин кен канистра с этим с бензином прости солнышко не плачь ты мешаешь нам добывать уголь ты встала у нас на пути а поэтому you will be это и life такой ужас это было громко но я вам чуть потише сделают вас его ваши уши несчастные не разносить мы снимает обменялись парой любезности не обращайте внимание что что нет вообще что происходит мне покоя не дает тот те весы на которые нужно положить предметы это чубак его не вижу я до конца их не заполнил что-то должно было произойти и концов конечно дорогой дневник мама аполлинария ненавидит меня она меня поставила перед классом я и хотя ничего не делала я причитала правило пять раз я ненавижу это все на я у меня нет друзей никто не хочет со мной говорить я не верю в бога если бы бог был реальным то столько бы плохих людей не существовало в мире я скучаю по мамочке и по моим старым друзьям хочу отправиться домой нормальную школу эх да вера такое если бог есть то почему так много плохих вещей а если бога нет то почему так много хороших вещей задолжил задолжил атеистов хорош показал и аметисты теперь идите аметисты не узнаем также он силен помните тот ключик загогулина такая типа хекс ки вот им походу этот замок можно отпереть а этот маленький ключик мы находим вот в этой самой раковине он заливаем туда средства вернее на этаж ниже падает ёпты как же интересно вот ей тебе понятно для чего это началось в деревне утро и шахту не успел раскупорить уже это хуёвина сюда лезет просто не могу в наушниках сыграть сначала будто я не знаете на ебалу боинг сажают потом кастрюлю тебя на голове чем так делать было чё тоже юмор подступаю тут еще какие-то призрачные дети носятся по коридорам я их не замечал раньше так берем скрю драйвер короче и пиздошим на последний этаж микро чили тут вот еще на вентиляция в которую я еще не залезал она ведет в какой-то джон я не знаю еще перее называется блок 4 е да ладно револьвер у шут не понял а понял как раз недостающая часть от этого от манекена получается голову мы находим в сортире руку мы находим на той чердачной комнате и третья часть недостающий вот этот манекен торс это за концовка будет вот кстати зачем вы скрепочки с вами собирали они здесь разбросаны для взлома надо очень нежным быть потому что этого замка ведь у него здоровье есть дни galaxy на розетка портативный зарядный пристрей до galaxy fall 6 выгода до 10 тысяч 499 гривы оплата частинами бескоштовно доставка бонусы за виду кита розыгрышу ты жня крутых подарунки у розыка все разу поруч нельзя повредить клок ну ну часы да согласен они туфа энд эгир за фитс мне нужно найти шестеренку которая подойдет по размеру и где тут у нас висок однообразная ужас теперь это броукин весы а вот эгир стеренку то засунули хорошо здесь предметы квестовые подсвечен отъебитесь я на это не поведусь я гирз от fits и зачем я это делал я думаю часов что-то вывалится должно ты шарлатанская машина дай мы шестеренку я потратил эти визы собирал полчаса смотрите за этими хуйнями часы похоже запустить механизм за пиками точенными мы попали в тайную комнату как все сложно 1 написано на доске и кого-то судя по отпечаткам на полу или очень хорошо потому что он это цифры не мог запомнить я лучше запомню а вот еще цифру нужно 1 ладно ёбаная математика ты пока победила так бы здесь и у нет лучше такого не говорить в этой игре айкут плейс и кэндалл хир я здесь мог поставить свечку 50 рублей только заплати за свечку и поставим 5 о кот оказался правильным ультра кем нужно еще одна а вторая кендалл ура зажигаем и корпс труп somebody has been crucified кого-то распяли ужас ну распяли не распяли а голову давай сюда и к это статуя ну что headless статуя кажется это все-таки обрела свою head днище стучат уже матери балуют и защищают своих детей а я собираюсь спасти это дитя неважно чем я была эта боль спасет мою дочь хорошая мать знает это я могу дать ей дисциплину но не ту что может дать ей мать ее мать будет пытаться защитить ее от боли которые она чувствует да иду я сука подожди если я не могу ее спасти как своя мать тогда тогда ее мать должна уйти сестра направит ей путь этот дом будет ее школой эта женщина будет ее учителем она поймет это потому что ее мать любит ее и потому что бог любит ее сезон нет другого способа контролировать это дитя а ведь я так много могла бы ей дать но мать аполинария будет знать что делать она знает что и дети нуждаются в дисциплине и в структуре ты понимаешь что она само собой не придет а бог он работает через действие верных в конце концов если я не могу исправить и югу и воскресенье материнскими так сказать путями тогда все сестринскими исправим а страх это такой же путь праведности как и все остальное аминь сеструха я спать прошу не беспокоить или оф реально гениальная игра я считаю а мораль в том хочешь верь хочешь не верь все равно нам всем как всегда спасибо за просмотр ну и как обычно счастье вам все 4 происходило я все еще не понял просто бред какой-то сумасшедший я помню только что урок срул и глэс и его брок короче вот это я помню вот английский стопу полезно полезно очень полезно видео да он и смотрю уже готовенький его парализовала не буду этого байду он уже готовый реально майнивны с вами всем привет если нет реакция на видео скопиву канала это черная магия это будто понимаю однажды мой дед сказал мне никого не слушай и никому не доверяй потом он еще что-то сказал но я уже не слушал солнышки в начале видоса адресована тем кто надеялся на ролик по фнафу а так сегодня у нас погружение в настоящую темную магию а именно видос по хогвартс легоси тебе дох эдишн я уже предвкушаю ваше негодование мол как же так игры делаю там и вместо ролика вон по гостов сосими которую на пока портировали получаем просроченные фокусы согласен но не спешите бунтовать пару лет назад в игре про волшебный тарарах не было ни русской озвучки не прекрасных модов на си джей не метлы в виде шрека делать там вообще большим еще нечего а в то время как сейчас из этой посредственной абракадабры можно сварганить неплохие такие приключения понимаю там будет модов многое не до буря бы хорошо еще со времен амнезии бункер игровая вселенная мне намекала что очкастый колдун ближе чем кажется и видимо все это было не случайно сразу облегчу инфернальные страдания фанатов гарри поттера наша сегодняшняя игра имеет мало общего с произведением джоанн роулинг-стоунс разработчики из порталки прекрасно понимали что в любой косяком прилетит авата кедавра и межхребта так что старались всячески отойти от оригинального произведения жаль споткнулись максимально толерантная в плане всех этих и катся игра получилась абсолютно не толерантной в плане техническом отвратительная оптимизация баги херящиеся слегка туда и хейтеры всего радужного всей кодлой налетели в общем-то соскочить волшебной палочки справедливости оказалось не так-то просто а уж когда стало известно что вместо знакомых нам персонажей внятного сюжета подсунули дутую песочницу то стало совсем худо это вам не история про маленького мальчика смогли ты росла хитом на очень большой подарок собрали болбу друзья мои мальчик уже вырос и молнии стало 2 зато теперь ко мне не будет никаких претензий в логачи истории раз уж полномочия повествователей возложили на самих гряду то я вам такую историю придумаю что мало не покажется как известно компания netflix очень любит переиначивать вселенные типа там кратус наоборот только они не учили того что фанаты гарри поттера из нулевых черпали маги не только из гарри поттера еще и склея иногда так что битва будет велик запасайтесь терпением и попкорном мы отправляемся в хоббарс начинаем сразу после интеграции о это покушать это одобряете при я антимайне я очень зол я украл вашего глупого блогерка потому что потому что я появился магазин и я должен получить его скидку и это было бы правдой но майни шоп уже скидки в поэтому ребята донаты steam пополнения всякие геншины приходите смотрите ссылка в описании а мы продолжаем смотреть видос давайте представим что судьба данного персонажа была переписана откуда не возьмись прилетел не наряд полиции а допустим сова и принесла письмо приглашение высшее учебное заведение они тюрьму чтоб вместо торговли сами знаете чем персонаж начал впитывать знания совсем другое дело чувствует указать аристократичная нотка коричневая появилась ну скажите великий поэт и саня в роттер красиво надеюсь вы готовы к первому дню фарвардсе это вы так с радует так хорошо тиши это прекрасно спасибо что это там откуда я родом таким это печки топили отлично я за ним сидит отлично вот прям под него это уважение ничего себе тем более что в конце года вам придется сдавать экзамены по софт а каких еще со мины по стандартам обучения волшебства вижу я каким вы тут волшебством хогвартсе занимаетесь этом портрете изображен волчебник бахуфио прославившийся своим мозговым эликсиром с очередным напоминанием как важно и правильно произносить наши заклинания однажды он произнес с вместо f и в результате обнаружил что лежит на полу у него на груди сидит буйвол так я вам поверил мариванна шоу не сделал это случайно знали о ваших тут волшебников вам нужно на уроке а спешу и падаю не хотите попробовать да он я смотрю уже готовенький его парализовала не буду этого байду он уже ротовая осознаюсь я сломал игру чтоб все энписи глючили виновный найден еще не все меня меня забыли меня отлично вы как раз вовремя присаживайтесь про она даже ты постарше остальных не так раз на второй год у тебя есть свои предпочтения и мистер шляпа давайте только не вас кабан как в прошлый раз прикол не смешной был возможно твое место в когтевране это чё такое студенты когтеврана известны творческим подходом смекалка и находчивостью а еще выбирать что ли можно было меня все пять лет в один и тот же отправляли в этот бухенду и гриффин гриффин да вот в него и все остальные фокусы от хлопают радуются шаг не мне попало очень смешно да и еще кое-что из-за несчастного случая прошлой весной в этом году все соревнования по квиддичу отменяются удалой усатую пакуфу можно подумать я запретил все полеты вообще хотя еще не поздно запрети мне летать на шреке у меня от верной смерти при столкновении с темными волшебниками полиция до этого рыжего шутки тут свои шутит рыжий конопатый дедушку лопатой пятикратный чемпион хогвартса по освоению программы вот как меня мари ванна ласково называла а теперь попробуем кое-что покрупнее начнем с вас двоих дуэлян ты на позицию какая дуэль мы нельзя но дуэль я этот поэт как контер спелл а столбеней левиоса но может это не первая твоя дуэль и чё реально поверишь первоклашка ёб ты куда лезь ты видела вон это в голыми руками бы вот этот съебасть яна слизари на нормальный чел он по игре будет помогать у него прав беда папы нет но не стоит отчаиваться если у тебя его не значит у кого-то их два опасны только для неумелых волшебников не нужно ничего запрещать надо просто учить как следует и хуя себе конференга ты же говорил что библиотекарши тут не будет я сказал что ее обычно нет в это время все равно все будет в порядке видишь ее стол за мной вижу си бастиан ключ лежит в ящике того стола и так вот как мы поступим я придумаю как ее выманить а ты достанешь ключ встретимся у входа в запретную секцию а ну то есть работа на мне да конечно конечно кто же еще все темные делишки почему у него право ворачивать я даже голова светится чем-то черный никого си бастиан так и не выдал меня мой друг товарищ мой братка из чужой матки поступил как настоящий кореш и сам сел на пожизненный срок в ископан ты в порядке ты не знаешь кто я за но бея наук девчонка которую вся школа ненавидит просто так не знакомы это чувство приветствую уроки заклинаний предупреждаю этот год крайне важен для тех кто хочет в полной мере овладеть искусством заклинаний проявите старание рдение и усердие чтобы хоть что-то запомнить хорошо а теперь откройте учебники на странице 517 но сперва кто скажет чем отличаются магические формулы для заклинания смены цвета и заклинания ну никто что аж каникулы сделали свое черное дело вы хотя бы помните как творить простей что мы чем это с вороватус забиратус ну то есть да простейший манящий чара да неплохо почему вместо обучения магии мы должны какие-то огромные яйца катать у меня обыграл человек с ай а най а ты молодец так спокойно относишься к поражению скоро тебе станет легче спасибо за поддержку математика ваши первые уроки прошли хорошо серда сэр похоже профессор фиг чему-то вас научил пока вы с ним слонялись и осматривали как вы выразились какие-то руины сорняться сейчас на уроках мы пользуетесь чужой палочкой но ваши заклинания станут куда мощнее если использовать собственную да не было такого сэр надо сказать впервые вижу чтобы кто-то так быстро осваивал чужую палочку вы правы лучше куплю свою так это у меня кони не прогрузились или это так и задумано без сажать ей нормально уже на утрене в утрене ранее пожалуй ты подойдешь возьмите что скажете абракадабра еще не было столько смелый просто невероятно произведение искусства легкий удобный сплав из сердечной жилы дракона в соотношении 9 на 19 миллиметров еще одна палочка обеспечить еще одно блестящее волшебное будущее в этом можете не сомневаться профессор а звук такая магия у вас есть травяной ингредиент он похож вот на этот только по зелене и там в медицине используются у меня просто собака про жерёбки из него придут ей надо короче если кто будет справа не делал волшебник дело в том что у меня киска простудилась она кашляет и ей нужно что-то в общем типа там вот этот сироп знаете такой да вот он доктор мам по моему это вот это фиолетового такого цвета перед ты сам варишь а с другими не делишься не нажимать черные магические силы заберите жизнь и далее пятый курс то чё делает вы двое справились со взрослым троллем сами здесь один ёбнутый нашли тут блин бесплатную рабочую силу город тролль сломала убирать должен я так что вам но надо же новое лицо я ничего не брал здрасте обойдемся без драмы вот кто мне нужен не продается идем кто хорошо тут секции по боксу нет он бы пришел первоклассик раскидал темное искусство меня страшно интригует у людей слишком узкое представление о темной магии да уж плак со сквиртал изменилась почему мальчиков сортирах не могут слив починить а вот у девочек тут сука торты трансфигурация как вы уже устали от меня слышать это точная наука изучение которое занимает годы трансфигурировать можно практически все ну хуже уже не будет давайте профессор фиг трансфигурируйте меня быстрее в кого-нибудь кого будут любить обожать боятся ненавидеть с сация магическая там вот это в погодите это опять какая-то шутка или что но как вы убедительно но сэр что может угрожать мне в библиотеке речь наверняка идет всего лишь о книге я дам тебе эту книгу если ты ответишь на несколько вопросов моей викторины маляй солнышко прекрасно всего несколько вопросов и я дам тебе эту книгу начнем какое волшебное существо в результате скрещивания супырем породила скрытня украинский железнобрюх чего это украинский железнобрюх не знал таких блин ну то хос украинский добрых неверно верно ты чё думаешь не впадлу проверишь ульгу сейчас минуточку погодите вас привела сюда карта найденная в некой книге поставьте эту книгу на пьедестал у меня нет с собой книги сэр возвращайтесь книгой и мы продал я сейчас же отправлюсь за книгой когда вернете книгу продолжим разговор тут не достает нескольких страниц мне живот прихватило кто-то добрался до этой книги раньше нас возможно мы еще сможем узнать из нее что-то полезное но нужно также уделить внимание травологии и зелье варенью интересно не знаю что у него по травологии всегда опять было еще и так приступим сегодня мы познакомимся громкоголосым клубнем известным как корень мандрагоры но сперва защитим уши такой персичек я бы ее сожрал а теперь каждый возьмите свою мандрагору за листья и редко потяните вы впитываете знания по травологии как мандрагора под кормку ведь у вас похоже легкая рука мне ужасно любопытно что же из вас вырастет но за травологию садят так что ничего хорошего как-нибудь поболтаем мне ужасно нравится общаться с новичками ой мисс чеснок вы мне тоже очень понравились послушайте что-то из моего раннего творчества мой дядя самых честных правил передо мной явилась ты как рыжевласое видение и чуть не отгребла чернеет парус одинокий в тумане гетто голубом там чудеса там леший бродит но это все же есть мой дом цветок пахучий и душистый забытый в книге вижу я и вот мечтой уж горбатой душа наполнилась моя а как вы стали преподавателем травологии мне приятно что вы спросили я всегда любила растения так что я и сам своего рода овощ и помните уважайте волшебную рябину ох уж это профессор чеснок сколько же сердец она вырвала зелье варенье это самый сложный и опасный при да 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 толочь ингредиентом движениями да 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 порошки надо быть осторожными да да вычитаю очки у гриффиндора ты сейчас твою очко вы что ну-ка верни делаю так вот же точно лучше идут и прячет я думаю куда надевается после обеда ну что паука любы ликуйте паука ненавистники плачьте мы отправляемся в пещеру кого пауков а вы спрашиваете зачем огненные заклинания учить огнемета то нет так режим арахнофобия это когда нравится пауки ли когда не нравится к не нравится на роликах это конечно надо еще придумать так стартует день дворника мистер клоптон не отвлекайтесь пожалуйста простите мадам к гала к гала и так дети субботника запоминайте вверх вверх опять это летная школа из гатаса надрза просто ненавижу эти кольца прыгать волки сука это музыка из цирка дурацкая ни хрена веселого мне больно мистер клоптон я разочарована вы все еще в этом классе потому потому что до сих пор не умеете уважительно относиться ни к своей метле ни к себе самому натуре но профессор довольно метлу блесу из тени клоптон мисками гава абсолютно правильно заметила что нужно уже свою собственную метлу купить от те там не чужие волшебные палочки ебанитовые натирать это транспорт здравствуйте у вас есть товары на продажу конечно больше мой брат красивый шреком я думаю туда нужно этот зеленый красавец шопаем на головы сядет и все бой выигран я королю сайт время здесь какая-то бесовщина началась почему-то от озвучки остались вдоль слышите что такое вообще-то это не я все что это свой кошмар съехать из вонючей общаги теперь мы живем собственной хате нужно какое-нибудь место где я смогу наверстать учебу и где меня не будут отвлекать что ж тогда именно этим комнаты вас и обеспечит сосредоточьтесь на том что вам необходимо просто закройте глаза и представьте себе комнату такой ага остальное она сделается особо что же вы себе представляли что я буду кушать на обед сегодня а надо было комнату представить так ты сказал бы что комнату надо скоп представьте что нибудь хорошее я и представил но что именно и дик не знает и но это я построил ну смысле это я построил ну и кто теперь тупой и без воображения это потрясающе вот видите комната знает что вам нужно а дик может показать вам как и где пользоваться хоть мешком на меня то его не направляйте пью я чуть-чуть фирю посмотрите какого я милашку поймала я тебя до того и классик будешь со мной жить браконьер красивый мешок он дергается кто-то надеюсь не крестят это нюхлер и зачем мне нюхлер нюхлер обокрал меня очистил нюхлер и я об этом и толкую у него талант такие нюхлеры на вену ладно давай показывай ура нюхлер смотрите он на свободе верно и просто морочишь мне голову чтобы я бы не то что не стал я ее придушу вовсе не дилетант наемники из первого фар края переделались волшебников сейчас у нас урок природоведения я вам в принципе прошлых видосах там по верхам объяснял что это и как она если что-то так сказать подскажу не волнуйтесь не ушали шарит добро пожаловать вижу вы уже познакомились с некоторыми существами которых мы с вами будем изучать привет я папе папе добрый чего можешь попрактиковаться на джеральде ухли хороший пухлик 2 пухликом назовем папе будет у нас пухлик или хаги варой свою и какой-то слизеринец садист тупая тварь уже пять минут пытается эти усы вырвать он говорил факультет сука изуверов каких-то чудачка папе приперлась что за грызуна распереживалась и и зовут персифона и и зовут персифона я сказал это мою пошли этим двоим вообще ничего делать на этих занятиях браконьеры персифона сразу почуяла неладное спасибо за помощь ну что продолжим вот это понимаю уроки кисик он кормить а то вот эти ваши трава с варенье зелье курения что-то такое себе тут у семьи года родился вот этот маленький удодик среди могу какая прелесть спасибо тебе еще раз за то что заступился за меня перед теми негодяями да я сам своего рода негодяй вообще-то именно поэтому я решила тебя кой с кем познакомить в лесу познакомься с крыланой это как у покемонов было помните три стадии эволюции аня анна крылан на это приветствие обязательное у меня просто что-то но она ужасно любит сплетни о анекдоты почему воландеморта плоский нос на платформе не в ту стену вбежал герой прокрался в хогвартса и спиздил оттуда дорогостоящего гиппогрифа но на самом деле крылан на я как и ты был на цепи крылан на ну лучше наверное дальше эту тему не развивать да вот например паровозик томас забавная любовная история до сначала она обыгрывает тебя в бильярд своими огромными шарами а потом она уже твоя подельница по угону грифонов ничего себе да это же переиначивание миссии из 5 гташки помните там еще ламар был и тачки надо быть начеку мне тоже очень приятно с вами познакомь уверена вы более чем способны пройти мое испытание однако сначала я должна как бы это сказать подготовить место для испытания но я зашел малышей обыгрывать какой нахер элтон рим с боссами когда наступает ночь и хорошие детишки в тебе доксе ложатся спать но только не наш пятикурсника болтус к видич отменили лестницы которые должны туда-обратно перемещаться на ремонте что за место я с радостью могу мистер мун я знал что могу рассчитывать на вас во первых вы же умеете накладывать дезалюминационное заклинание да нет нужно это сделать прежде чем бродить по башне ночью потом вы увидите что дверь закрыта как же попасть внутрь скажите аллахомора и все а точно все спят я думаю наш герой это заклинание еще лет в пять освоил это важно вам еще это на самом деле очень удобно в случае чего на кого посыпятся все шишки на несчастного ученика который пять лет оставался на 5 1 может еще возьмутся да уже поздно по ходу едем вас кабан а вот и дети наемников из первого фар края родились не ну тут диалоги они просто бессмертные дружище конечно понимаю что у нас так или иначе талант к музыке но это таким образом продуги все деньги смотри как нужно зарабатывать аллахомор не только теперь музыканты зарабатывают ру ру квест gt 0101 сиф ринг помимо природоведенье динозавроведенье здесь еще есть астрономия но благо вас я тоже учил тебе выпал дракон как же полу наверно это хороший знак так господа звезда подвиньтесь идет главная звезда люб чет но очевидно да мы профессор шах мата это не прорицание да вы не прочтете тайн космоса в линиях на ладони или на дне чайной чашки туда их увы для мечтателей небеса всегда остаются туманными но если вы посвятите себя упорному и внимательному наблюдению возможно на мгновение вам откроется истина пора уже перестать быть новичком телескопом с вами поделится мистер такар чё лобович чоком мистера казакова учился до сих пор помню его легенду про кошачьего бога вид слепуц ли его брата по оружию на сосат ли которые спасли песка крат вот не попало давай еще раз ой опять не попало давай еще раз снова не попал два еще раз опа мои конциклинания разрушительный кастовать на тут сами левиосами по вылезали ничего не могут все это верху волка превращаться умно можно быть первым безумно можно бить стены безум вы думаете что мы идиоты спрашивает мужик с жопой лошади но что кто там ждал шестую часть зелдер скроллс вот она фанаты возрадуйтесь на место же не вышло вот это я понимаю дракон не то что вскоре медомбу как муху плевком сбивал он на землю падал это тот самый кроссовер который многие хотели увидеть после легенды табурета головом мы сделали легенду о кучерява головом зачем мы у дракона яйцо то своровали этот магический мир тоже хорош сидишь ты такой дракончик тут в роддом приходят говорят мы яйцо изымаем будем с него суп варить конечно ты разозлишься полгорода тут разнесешь хорошо хоть попе язык драконов понимает насчет за этого дурачка до базарится что он случайно там бес попукал там в ребро чего топнул и случайно яйцо украл он же идет видит грифоны моё видит яйцо дракона моё у него все бля лохомора во все стороны кастует и все забирает но если что злодей конечно же не я фокусника из таверны он все еще не может смириться с тем что саня в роттер не стал его иной к сожалению тебе не помогут я подстроил так что мы тут вот это видел губу свою на полпу мышь я тебя боюсь ты прохвост шляпа усатая да я твою последнее было лишним согласен но это необходимая мера понимать что он слышал на эмоции наконец-то можно было сделать дуэль а то он там сидит где-то в своем волшебном мире туда обратно телепортируется вот и все если вы думали что фокусник виктора был главным злодеем то как бы не так все это время красивый могу сидел величайший из бунтарей но по сути реально построен на том то что гоблин решили поднять бунт и переменить власть вот в этом вот мире фей и мы должны соответственно их остановить чтобы все было как раньше для этого нам нужен гига котик ктулху которого надо еще приручить мне кажется у меня все видео это уже одна большая вселенная где капитан где-то находит бунты и пытается их подавить ну или там не знаю находит бесконечные запасы хумуса это его прикол бунты искать к примеру хумуса или нет действительно двигатель прогресса смотрите бунтари магию используют у них кирки сами собой копают уголь это где-то принято чем майнкрафт с читами и виды на вообще на какие шиши они блять метро построили это какая-то мультивселенная где они все-таки победили в том самом главном бунте и отобрали все богатства капитана так давайте еще немного черной магии смотрите пылом империо мы берем под контроль самого жирного тролля соответственно он за нас делает всю грязную работу по подавлению бунта не но зачем тратить свои силы они он сами сам уничтожатся прекрасно тихо 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 вообще вообще империо круцу и авадо кедавра это три непростительных заклинания за которые можно загреметь вас кабан но я не злопамятный я прощаю прости нам больше не нужен а что вы думали я его себя ставлю мы с бунтарями переговоров не ведем вообще сегодня добрый поэтому вместо огненной магии будем использовать левитационная она безболезненная мы приятно очень комфорт что интересно превращение живого существа например в бочку это очень благородное заклинание но вот не запрещено да я это удивляла почему почему по факту вот гидар это самое это щадящее заклинание который убивает ну довольно зато превратить чеков круто бочку или бить его об стену это все кайф яйца выкрутся он запрещено волшебники получат учиться у меня вопрос по механике шахты смотрите если в игре есть шахта то игра автоматически хорошая если шахты разрушается в процессе игры то игра становится плохой или остается хороший вести беду чуть худышей на последний бой с кабленами бунт не пройдет мы вводим закона 24 часовых сменов в чем-то еще не введен я знаю что вам абсолютно плевать но под хогвартсом все это время находилась огромная мегамицелевая опухоль прямо как в резиденты был деревне и вот в нее залез этот гоблин и превратился в огромного облины не склоняться говорит слышите в общем он превратился в огроменного крутого дракона круто хочу быть ему оставайся что победил в реальную жизнь в и лупанул чисто отключил компьютер настолько же мелочный как это сам потлый каплин рожденный ползать летать не может я бы мог стать таким же темным маком как и ты но к счастью я выше этого вот так выглядит атлан что держит на своих смуглых плечах весь колдунский небосвод когда он только пришел в хогвартс все думали что долго не поддерживается но парень доказал что первое мнение может быть ошибочно никто и не знал что в лос-сантосе была действующая коллегия винтерхоума и все это время обучавшие в величайших из волшебников и наш саня бротер был один из них один из лучших на земле он учился там где сдавались другие он шел вперед он не сдавался для того чтобы стать величайшим чередящим маком из всех профессор фиг был талантливейшим магом лучшим из присутствующих уж точно нажать что-то каменная сосулька была роковой в его жизни поэтому смотрите по сторонам и не ходите под саму себя на страшная магия уже не поможет замечательная игра просто великолепный сюжет нам на 10 баллов из-то а на этом слава богу в тем как всегда обычно сильно сильно отлично отлично ребята ссылочка на регионал описание приходите подписываться хиппи вулфа обязательно подписывайтесь на мой канал мне вам тоже очень приятно всем шанс здоровья дать всю придачу пока